В эфире телеканал ННТ Новости 24. Прямо из дома я, Хадижа Курбанова. Здравствуйте! Вот какую информацию мы подготовили для вас сегодня. В Госдуму внесен законопроект о пособиях для домохозяек. С такой инициативой выступили депутаты из фракции ЛДПР. Авторы инициативы предлагают назначить домохозяйкам ежемесячные пособия в размере минимальной суммы оплаты труда. Право на такое пособие предлагается предоставить только одному из членов семьи, только в том случае, если размер среднедушевого дохода в семье не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе. Начислять пособия в случае принятия законопроекта предполагается с 1 января 2021 года. Поддержку бизнесу обещают оказать власти Дагестана. Так, глава республики подписал ряд законов, предусматривающих снижение налоговой нагрузки на бизнес. Снижение ставки с 6 до 3% предусмотрено в отношении единого сельскохозяйственного платежа. С 1,5 до 1% в части сборов на имущество организации и инвестиционного налогового вычета. Кроме того, от уплаты транспортного налога освобождается один из родителей либо усыновителей многодетной семьи. Полный список налоговых послаблений можно посмотреть на сайте Минэкономразвития Республики Дагестан. Российский препарат от коронавируса может стать бесплатным, заявил председатель Совета директоров группы компаний «Химрар» Андрей Ивашенко. Российское лекарство против коронавируса «Авифавир» будет бесплатным в рамках ОМС, поскольку это госпитальный препарат. По словам Ивашенко, он не будет продаваться в аптеках. Он также выразил надежду на то, что его стоимость не выйдет за пределы стоимости госпитальных препаратов, применяемых для лечения в рамках стандартной терапии. В фонде добавили, что сейчас продолжается финальный этап клинического исследования «Авифавира» с участием 330 пациентов. По мнению экспертов, он способен препятствовать размножению коронавируса. На данный момент эффективность препарата достигает 90%. В госпитале для беременных с COVID-19 в Каспийске уже родилось 66 детей. Напомним, что больница стала функционировать 5 апреля. Сюда с самого начала пандемии привозят беременных женщин с подозрением на коронавирус. Сейчас в отделении новорожденных находится 18 малышей. Всех их выхаживают квалифицированные врачи. Подробности у Патимат Ханаповой. Здесь выхаживают даже самых маленьких. А вес некоторых новорожденных не превышает 500 граммов. Медики буквально вдыхают в них жизнь. В этом им помогает, конечно же, современное оборудование. Большинство малышей рождаются здоровыми. Но есть случаи, когда ребенку требуется особый уход. В сегодняшний день на втором этаже в отделении новорожденных находятся 18 детей. Из них детей 8 тяжелых. Тяжелое состояние детей обусловлено экстремально низкой массой тела, асфиксией тяжелой степени при рождении, также дыхательными нарушениями. За два месяца в ковид-госпитале приняли около 70 пациенток. Были дети и с подтвержденным диагнозом коронавирус, уточняет прислужба ведомства. Однако в первое время врачи пытаются не допустить контакта матери с новорожденным. Как только родился ребенок, то его сразу же забирают и выносят в чистое помещение. После этого наблюдение за ним ведут медики. Я Ахмедова Зайна, поступила в очень тяжелом состоянии, можно сказать, в эту больницу. Меня очень сразу же приняли, хорошо приняли, помогли, сделали операцию. Я поступила в эту больницу, меня экстренно оперировали. Потом получилось так, что ребенок попал в реанимацию. За ним очень хорошо смотрят, наблюдают, он уже пошел на поправку. Напомним, что в начале апреля одно из подразделений Каспийской центральной больницы было перепрофилировано для беременных с COVID-19. Всего в отделении 36 коек. Сюда заболевших беременных привозят со всего Дагестана. Патимат Ханабова, Дауд Гасанов, Новости ННТ, Каспийск. Бригада московских врачей посетила больницу Сергоколинского района. Напомним, что по поручению Владимира Путина в республике развернута работа высокопрофессиональных специалистов, прибывших из столицы. Они посещают медучреждения, консультируют, оказывают помощь в лечении больных коронавирусом. Врачи изучили обстановку в больнице, провели осмотр тяжелых пациентов и дали соответствующие рекомендации. В целом, московскими врачами была дана положительная оценка о работе медорганизации. В условиях самоизоляции, когда малоимущие семьи оказываются в уязвимом положении, большое значение приобретает благотворительная помощь. Так, накануне еврейская община Махачкалы при поддержке российского еврейского конгресса начала адресную помощь малоимущим семьям общины. 120 пакетов с продуктовыми наборами, средствами защиты и гигиены были разведены по городам жителей Махачкалы, Буйнакска и Хасавюрта. Всего 66 адресатов, один пакет помощи на человека. Надо сказать, что члены общины – это преимущественно пожилые и нередко одинокие люди, в связи с чем даже малая помощь приобретает для них особую значимость. Наши волонтеры, которые должны развести, значит, эти гуманитарную помощь, продуктовую корзину для малоимущих, которые вынуждены сидеть дома, не могут никуда не выехать. Здесь у нас, значит, продукты, овощи, первая необходимость – овощи, фрукты. Ну а это были все новости к этому часу. Еще больше информации отслеживайте в наших социальных сетях. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!